Я вспомнила время, когда я работала. Были рядом две деревеньки, недалеко от этого Ладожского озера. Одна на горе, большая горгола, другая под горой, малая горгола. Вот на большой горголе, на горе, там стоял когда-то парковский дом, парк, что такое прочее. Я там очень съемку делала в большой горголе, потом спускаешь в маленькую. И в малые горголи говорят, ну это они там крепостные были у парина, а мы в малые горголи. Мы никогда крепостными не были. Я так и не поняла, как это может быть рядом две деревеньки. Одна кому-то принадлежит, а другие еще сохранили независимость с каких-то незапамятных времен. Деревенька такая маленькая, с вашей, ну не знаю, не квартирной, но очень длинная деревенька. Домок может быть в восемьдесят. Вот мы никогда не были крепостными. Никогда никому принадлежали, были свободными землядельцами. Мама сейчас пишет воспоминания. Я активно участвую, набираю все время. Уже год слышал. Планирую на сайте разместить. Там частично они уже размещены. Вот все, что было по всяким древним предкам. А про свою жизнь, про ближайших родственников сейчас набираем. Интересно. Да, вы молодцы. У вас есть сюда способности какие-то литературные. Литературные. Ну это развивается легко. Голопав вот так. Не, так не всем дано. Просто я даже по себе могу сказать, что многие моменты уже не уж искали. Помнишь, что это яркое? Да, да, конечно. А вот такие промежуточные какие-то, да? Это в принципе тоже совсем. Очень много это бывает без смерти. Безнадежно. Просто не пытаешься вспоминать. Если, видимо, в моменты такие, либо. Не пытаешься, потом совсем забываешь. Не, ну когда начинаешь раскручивать, как я всю эту историю раскрутил, разматывал, я же вообще ничего не знал. Но вот постепенно, постепенно по ниточке, несколько лет работы, но в результате там столько... Ну ты опирался на очки. Это там сведения все-таки печатные какие-то. Да.